Добрый день, я рад вас видеть и рад вас приветствовать. Спасибо, что вы с нами. Давайте начнем с того, что заявил Эммануэль Макрон. Для меня это было неожиданно и в какой-то степени интересно, потому что он все смелее и смелее в своей риторике. Ну вот, например, он говорит, что готов обсуждать использование французского ядерного оружия как части надежной европейской обороны от угроз со стороны России. Об этом он заявляет местным журналистам и говорит, что я выступаю за восстановление, за открытие такой дискуссии, которая должна включать противоракетную оборону, средства для дальнобойного ведения огня, ядерное оружие для тех, кто его имеет или кто имеет американское ядерное оружие на своей территории. Что означает вот это заявление? Что может измениться? Ну, если говорить о обороне европейской части Альянса НАТО, то в этом смысле это просто весточка стратегического значения, чтобы напомнить, что Европа тоже имеет ядерную оборону. Потому что мы сейчас даже, мы вошли в достаточно интересный режим коммуникации с начала инвазии, вот этой второй большой волны инвазии в Украину, когда господин Байден просто пытался как-то расчищить красные линии не о том, что мы будем делать, а о том, чего мы не будем. И в этом смысле иногда кажется, что Россия забыла, что она не единственная ядерная нация. И когда использовала ядерный шантаж, с их стороны выглядело, что вот у нее ядерное оружие есть, а у нас нет. В НАТО Альянсе только в европейской части есть пять ядерных стран. И в этом смысле это никогда не использовалось в стратегической коммуникации, наверняка также потому, что мы defensive alliance, как это сказать, оборонительный альянс, а не нападающий, как Россия. Ну, я думаю, это совсем хорошо, что Макрон об этом напоминает, но также он очень четко говорит и о том, что не предлагает возместить ядерное оружие в странах, в которых его нет. И в этой ситуации это ничего не меняет, когда мы думаем о размещении ядерной обороны. Как вы знаете, у нас идет интенсивная дискуссия в лице Польши, которая уже с прошлого лета разными методами пытается, выразить свою позицию, что они готовы также стать страной, в которой может быть размещено американское ядерное оружие, использованное, которое может быть использовано в айтриджетс, которые могут быть пороскими. И в этом смысле решения в альянсе, конечно, в этом смысле они никуда не продвигаются еще, я бы сказала еще, потому что все-таки, когда мы говорим о Польше в разных уровнях, от глав институций, которые с этим связаны, до самого президента Польши это выражено уже наверняка больше четко и невозможно это выразить, что они готовы это сделать. И в этом смысле этот месседж господина Макрона, он двойной. С одной стороны, напоминает, что Европа также имеет ядерную оборону, и в то же время все-таки он говорит страны, в которых ядерное оружие уже есть, или есть американское оружие. Можно ли распространять его месседж на Украину, потому что Украина в Европе, и он говорит не о НАТО-альянсе, а о обороне Европы как таковой, если это он имеет в географическом смысле, а имея в виду, что Украина была ядерной нацией и только отказалась своего ядерного оружия за гарантии безопасности, которые, как мы видим, вылетели в окно, эти гарантии. Но это было бы, если это так понять, это очень, ну такое сильное заявление. Но я думаю, что потому это заявление и не до конца ясно, и открыто для интерпретации, потому что, думаю, Макрон использует то, что американцы всегда так любят использовать, стратегическом бигюрике. Не знаю, как это по-русски. Стратегическое двусмыслие. Двусмыслие, да, двузначность. Слушайте, но как вы думаете, вот знаете, есть мнение, что Путин понимает только язык силы, и он использует свое положение тем, что у России есть ядерное оружие, бесконечно повышает градус и угрожает странам НАТО. Но страны НАТО не угрожают России. То есть они никогда не говорят о том, что вот мы сейчас испепелим Москву или там Ленинградом, Петербург и так далее. Как вы думаете, вот открытая дискуссия Макрона о том, чтобы защищаться, вот у нас есть ядерка, чтобы защищаться, не испепелить, не нападать, не стрелять, защищаться. Вот это может как-то изменить поведение Москвы или это бессмысленно? Ну, мы понимаем, что это для внутренней аудитории, эти заявления Путина прежде всего, потому что он так очень хорошо знает, что не надо даже этих пяти стран в Европе, чтобы испепелить все большие города России. Одних только Соединенных Штатов очень даже достаточно. И наверняка для него главное это не эти города, потому что ему уже наплевать на людей, которые там живут. Но то, что у американцев есть возможность испепелить все бункеры, между которых он путешествует, это для него важнее всего. Но, конечно, это открытая такая дискуссия, это своего рода все-таки эскалация, в смысле, что мы все стали откровенно говорить о том, что, слушайте, если дойдет вопрос до самого плохого момента, так у нас также есть способы реагировать. и в этом смысле, с одной стороны, это создает новые проблемы, потому что, как мы знаем, извините, у меня зверинец, потому что я работаю с утра дома, так все пытаются участвовать. Или, может быть, да, 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 это Мин Кун, он у меня такой большущий и очень активный. Очень красивый. Да, спасибо. Наглый. Так что в этой ситуации проблемы, которые нам создаются, это те, что все-таки Байден, и особенно Сальван, который на него действует, также Шольц и некоторые другие лидеры, они все еще делают выводы по себе. Если мы о чем-то говорим, мы это делаем. Если русские о чем-то говорят, они все-таки любят угрожать и занимают достаточно времени, пока эти угрозы становятся реальностью или совсем какой-то другой сценарий используются. Но это плохо в том смысле, что если бы заявление Макрона начал бы гасить, например, Байден или Сальван, вот это было бы плохо, потому что это может послать плохую интерпретацию для России, потому что не надо все-таки думать, что мы не будем защищаться. Мы будем защищаться. И то, что Европа после десятилетий пацифизма и таких решений, которые уменьшали наши военные силы или нашу оборонную индустрию, сейчас идут в другом направлении. Мы как большой танкер. Макрона медленный, но повернуть его назад почти невозможно. Я говорю почти, потому что иногда в некоторых ситуациях, если, не знаю, случится такой невероятный сценарий, что господин Путин как-то, не знаю, сойдет с лица земли и все другие в Кремле скажут, что, слушайте, доигрались, не надо, так, может быть, этот танкер начнет оборачиваться. Ну и в том же случае, я думаю, что нет. Потому что те же самые немцы, которые, они эскалации так же боятся, как и с Альвом, но немцы главный помощник Украине. 28 миллиардов евро для помощи Украины. Это больше, чем ясно в лицо говорят о том, что Германия изменила свой способ мысления о России безвозвратно. И не только закрыли для них также очень выгодные проекты энергетики, не только всю свою страну перестроили в смысле энергетики, но и помогают другой стране воевать. А также начали процесс дислоцирования бригады в другой стране, в Литве. Никогда в жизни немцы бригады за рубежом не держали. И в Литве будет вся бригада немцев, которая связана прямиком со всей дивизией танков. Так что надо бы, не знаю, кому-то не начинать посылать неправильные интерпретации, потому что, ну, мне кажется, что то, что делает Макрон, в этом смысле совсем может быть даже быть позитивно, потому что, я как понимаю, интернет не закрыт совсем в России, и российское общество так же читает. И некоторые из них, если они не знали, что в Европе пять ядерных стран, может быть, неплохо об этом узнать. Абсолютно согласен с вами. Но скажите, пожалуйста, как вы думаете, то, что сейчас происходит между Украиной и Россией, это начало Третьей мировой войны? Или это уже, ну, вот, там вторая стадия, например, этой Третьей мировой войны? Потому что дальше должны быть другие страны, которые неизбежно попадут в этот котел. И вот Третья мировая в классическом понимании, как она выглядит, да, вот она может, может начаться уже широкомасштабная. Это трудно сказать, потому что иногда некоторые выводы можно сделать только смотря на учебник истории. Потому что мы сейчас находимся в таком этапе, где столько variables, как это, изменяющихся факторов, которые сейчас, они динамично изменяются. Но также, ну, все-таки мы все понимаем, что Украина не единственная точка сейчас в происходящей игре. И то, что Китай очень активно помогает России, но все еще не перешел на полное военное снабжение России. Это еще идет на коммерциальном уровне, это военное снабжение, но оно идет. И то, что все-таки этот новый нетворк зла, то есть Россия, Китай, Северная Корея и Иран, они все больше между собой активно кооперируются. это один из тех факторов, который говорит, что мы идем в сторону глобальных изменений. Но я не люблю быть пессимистом, я думаю, что я реалист, но, конечно, это звучит неприятно, то, что все-таки, я думаю, до 30-го года будет ясно, выдержит ли демократия или нет. Потому что те изменения, которые происходят вот в этом треугольнике, о котором мы много раз говорили, Индопасифик, ну как это, Миддл-Ист, по-русски, Миддл-Ист, Ближний Восток, да? Ну, то есть, там, где Израиль, арабские страны и так далее, и Европа, вот в этом треугольнике у нас происходят уже тектонические изменения, которые продолжаются. И как, я думаю, уже вам говорила, что вот этот новый новый репорт Конгресса, который наполовину писали республиканцы и демократы, в нем четко, черным на белом говорится, что в 27-35 году Соединенные Штаты вместе с союзниками должны быть готовы победить Китай и Россию одновременно. Соединенные Штаты выделили помощь Украине. Европа тоже активизировалась. Мы знаем об исторически большом пакете от Великобритании. Вы вспоминали Германию. Тоже безумно приятно, когда те средства, которые ранее нам предоставлялись в ограниченном количестве, сейчас уже в масштабирование. И все это очень приятно. Но, вы знаете, я смотрю за тем, что пишет западная пресса, и там ничего хорошего. То есть там пишут, что помощи Запада не хватит для продолжающейся войны. Там пишут, что это может быть последняя помощь, потому что непонятно, что будет с выборами в Соединенных Штатах. И посмотрите, с каким трудом голосовали эту помощь. То есть исходя из этого можно сделать вывод, что эта помощь, если не последняя, то вот предпредпоследняя. Потом пишут о том, что это все равно недостаточно для того, чтобы Украина победила, потому что нужен человеческий ресурс, у России их больше, нужна более решительная политика, у России это все как-то лучше работает и так далее. И я вижу вот такой трагизм какой-то, вот такой черный фон, медийный, информационный черный фон в западной прессе. Я пытаюсь для себя ответить на вопрос, с чем это связано. Я не могу найти ответ. У вас есть ответ на вопрос, с чем может быть связано вот такой фон западной прессы? Ну, я бы сказала, это коктейль, который является результатом с одной стороны очень как бы «justified», то есть рационального давления самой Украины, что этого недостаточно, что двигайтесь быстрее и что если вы нам не поможете, эта война может перелиться через границы нашей территории и с другой стороны, конечно, тех людей, которые все еще сидят в капкане мифов России, что Россию все равно не победить, что Россия была и будет, что все равно придется договариваться. И вот в этот парадоксальный результат когда как раз те, которые самые яркие сторонники победы Украины и те, которые самые яркие сторонники силы России вместе дают этот интересный результат. и это ничего странного, потому что, ну, мы, не знаю, уже, я думаю, минимум два последних пакета в Соединенных Штатах называли последними, но это как-то все еще не последнее. Второе, это то, что недостаточно оружия. Да, это правда, конечно, недостаточно, но недостаточно не в смысле, что, ай, все равно не получится, давайте бросим, а в смысле, что надо все-таки больше и быстрее этого делать. И, как я и говорю, вот этот большой танкер, он заводится, и он все быстрее двигается. И, например, в таких маленьких странах, как Литва, например, как вы знаете, у нас идет проект в смысле, например, вот сейчас идет договор с Райметаллом об открытии огромной, огромного завода производства артиллерийской амуниции в Литве. И я не думаю, что это будет последний проект, это только первый. И второй момент это то, что, например, то, что организуется беспрецедентного масштаба учения НАТО, когда несколько сотен тысяч солдат и персонала будут участвовать и в один, один из главных, одной из главных целей, это трансатлантическая логистика, переброс американских солдат и техники, и оружие в Европу. Очень четко показывает Россию, что, слушайте, не будем маивными. НАТО может быть осторожным, демократическим и всегда пытаться показать, что перед тем, как откусить голову, мы будем говорить. Но если не получится договориться, как и говорю, никогда этого еще не было. беспрецедентный все-таки вывод вот этого конгрессионального репорта. Они говорят, что надо подготавливаться, что в 27-35 будет война вместе с Россией и Китаем, и мы должны будем их победить. Другого выхода, собственно, нет. Германия выступает против передачи Украине замороженных российских активов из-за опасений новых исков за Вторую мировую войну. Как утверждает издание, страна опасается, что конфискация может создать прецедент и привести к новым тяжбам против Германии за преступления во времена Второй мировой войны. Помимо этого, позиция Германии состоит в том, что российские активы следует оставить неприкосновенными, чтобы использовать их как рычаг в любых переговорах по прекращению войны и побуждению России уступить оккупированную территорию. То есть, мне понятна логика. Я ее могу понять, принимая ли я ее, ну, было бы гораздо проще, чтобы эти активы были переданы Украине, но я тоже могу понять эту логику. Убедить как-то немцев возможно обратно или нет, или не стоит, или это тоже имеет место, такое вот тоже должно быть в Европе, как вы думаете? Если можно передать ответом в этот вопрос, я сейчас пересмотрела в своей голове, как я сформулировала прежде, я хочу уточнить, потому что трудно выразиться четко на русском насчет этого конгрессионального репорта. Не то, что гарантия, что будет война, но что мы должны быть подготовлены, что если будет такая война, это Россия и Китай будут действовать вместе, и мы должны будем их победить. Что вот это главная мысль. А насчет Германии, да, все-таки мы демократический альянс, и, конечно, если бы не было никакой разницы в деталях, потому что в направлении разницы опини нет. Всем очень четко, что Россия должна будет заплатить за то, что она делает в Украине. Мы различаемся в опиниях, как эта зарплата произойдет и когда. И в этом смысле, конечно, немцы придерживаются самого консервативного мнения, потому что, хотя изменения драстички, как это, драматические изменения, но все-таки давайте посмотрим, с какой точки начали. Начали это изменение немцы с точки, когда они чувствовали себя в невыплачиваемым долгу перед Россией в невозможном уровне гилд, как это, вины против России. Да, и в этом смысле они уже продвигались на то, что они говорят, что надо использовать деньги, которые зарабатывают эти активы для приобретения оружия для Украины. Это очень большая разница от того, чего они начали. Но все-таки, когда мы об этом говорим, этот разговор, сначала даже не было дискуссий, чтобы эти активы использовать полностью и не ждать конца войны, а сейчас потому Германия выражает свое мнение, потому что диалог об этом уже подвинулся в ту сторону, что все больше и больше стран говорят, что Украине помощь нужна сейчас, все возможные ресурсы нужны сейчас. Также многие правительства прагматически на это смотрят, почему наши жители должны испытывать неудобства или даже трудности, чтобы мы поднимали налоги, чтобы помочь Украине, а российские активы сидят и смеются нам в лицо. Это просто нелогично. Я думаю, что мы все равно к этому продвинемся. И новая Еврокомиссия, которая будет формироваться в конце этого года, я думаю, что также будет иметь все больше вот такое мнение, потому что и Урсула Фандерлайн, которая хочет продолжить свою должность как глава новой Еврокомиссии, также она об этих активов, также говорила и в конференции безопасности Мюнхена, как раз вот я перед ней и сидела, когда спросила вот этого, а как же с этими активами, как долго мы будем играть игру, что мы платим за российский ущерб Украине. И она сказала, что этот вопрос будет решен. только что появилось сообщение от экс-командующего сухопутными войсками Польши, который сказал, что Литва и Польша должны заминировать границы с Российской Федерацией и Белоруссией. Он говорит, что прятать это не нужно, и Лукашенко и Путин должны знать и понимать, что если они решат начать какие-то военные активные действия, мы должны быть готовы. Как вы думаете, будет проделана какая-то часть работы для того, чтобы действительно пойти на такой шаг и заминировать границу? Мы уже решили в Литве насчет того, что средства контрмобильности, как они называются, это комплексные средства, они будут использоваться, и мы об этом также договоримся во всем регионе, чтобы это были все балтийские страны и Польша, и практические решения, как это будет сделано, и в какой момент времени некоторые из этих решений все-таки не будут публичными, о некоторых еще договариваемся, но если так объяснить этот процесс, если объяснить этот процесс технически, если все-таки ты минируешь какую-то территорию во время все еще мира, это предоставляет две главные проблемы, одна проблема это все-таки безопасность мирных жителей, потому что ты должен оборонять тогда всю эту территорию, и это все-таки может создать угрозу для людей, а второе ты должен оборонять эту территорию и потому что диверсанты конечно же будут пытаться компрометировать эти заминированные территории и их или disable, ну то есть сделать недейственными или как раз организовать инциденты, так что это также требует дополнительных и дорогих средств обороны. Нет, все замечательно, все отлично, потому что все понятно. Скажите, пожалуйста, вот меня очень иногда веселит Лукашенко, и все было бы весело, если бы не так грустно, но иногда он переходит грани, практически всегда, даже в риторике, вот он на там у них было некое мероприятие все белорусские народные собрания, вот что такое, его, конечно же, его избрали председателем этого нового органа, это получается третья палата там у них, вот да, и что он заявляет, помимо Украины, это уже ожидаемо для нас, он еще и в отношении Литвы кое-что заявил, даже не он, а Тертель, это глава КГБ Беларуси, и вот он сказал, что Минску удалось предотвратить удары дронами по столице, со стороны Литвы, я ждал наш с вами эфир, чтобы задать этот вопрос, я понимаю, насколько он абсурден, но прокомментируйте, пожалуйста. ну да, это интересный такой, да, даже, даже мой кот как-то обеспокоился, что там они пьют или курят, что такие вещи придумывают, но в этом смысле, знаете, рядом со смешной частью есть не смешная часть, потому что это все-таки выглядит как часть стратегической коммуникации, которая очень свойственна России, на Беларусь как сателлит России, когда они защищаются, и вот этот информационный инцидент, когда они обвинили, что Литва нападает на Минск, это выглядит также как часть стратегии, чтобы показывать, что Беларусь может прийти обороняться от Литвы, и на своих жителей они распространяют очень активный информационный информационное давление, что Литва это очень серьезная угроза, и что Беларуси надо защищаться от Литвы, и они не говорят о том, что, ну как это, откровенно о том, что в реальности происходит, что они агрессивно ведут себя по поводу нас, а что Литва это источник угроз, и вот в этом смысле, как я говорю, абсурдный, и даже просто смешное такое смешное обвинение, оно очень хорошо попадает в эту логику и динамику коммуникации, в смысле, что больше и больше Литва становится якобы угрозой для жителей Беларуса. Последний будет вопрос, это моя самая любимая часть, потому что я обожаю Линаса Линкевича, у нас с ними были эфиры, еще когда я на телевидении работал, и это очень приятный и интересный собеседник, и вот я вновь хочу подчеркнуть его остроумие, потому что у себя в Твиттере, ну это бывший Твиттер, сейчас уже X называется этот микроблог, в общем, он опубликовал фото Керченского моста, ракетного пуска и Владимира Путина, и написал следующее, если у кого-то еще не было возможности сделать фото на Керченском мосту, сейчас самое время, и вот он это написал на фоне того, что активизировались разговоры по поводу удара по Керченскому мосту, и многие СМИ, западные, кстати, написали, что во второй половине этого года Украина будет атаковать Керченский мост. Я хочу вас спросить, вот знаете, бытует мнение, что удар по Керченскому мосту или там поражение, разрушение Керченского моста, оно приведет к непоправимым политическим последствиям в России, помимо военных, еще к политическим, ужасный политический удар по отношению к Владимиру Путину. Вы разделяете это мнение или нет? Потому что я несколько скептически настрою, то есть я приветствую, конечно же, разрушение Крымского моста, это незаконное сооружение, но я не думаю, что это приведет уж к таким последствиям. Как думаете вы? Я с вами полностью согласна. Единственное, что это, конечно, будет использоваться российской пропагандой, как, ну вот, и ситуация, которую мы обговорили раньше, что это показывает угрозу Украины и НАТО-Альянса, что вот НАТО-Альянс нападает на Россию, потому что этот мост, они же, по их пониманию, они его одержат частью российской территории, и в этой ситуации это будет, ну, просто использоваться в пропаганде этой коммуникации, почему, ну, как это, оправдывающие какие-то другие удары по Украине, но что это может как-то поколебать режим в Кремле, что это может как-то изменить позицию России, ну, не надо быть наивным. Первое, это Путин очень все-таки эффективно консолидирует власть. мы уже вошли в это такой достаточно похожий на сталинский период, когда все-таки вместо того, чтобы стать более уязвимым, Путин сумел в эти два года свою власть утвердить. И это, конечно, ну, мы можем долго дискутировать про исторические события, которые также ему дали хорошие возможности, потому что эта вся страна, она очень привыкшая. Это как, ну, как это, не знаю, как это по-русски выразиться, это как очень легко впасть в этот алгоритм, к которому Россия уже столетиями привыкшая. То есть диктатор все под его как это ботинком. И, ну, вот мы же помним, как были правительства в России, когда жены некоторых министров сидели в тюрьме. Эти люди работали министрами под диктатором. Это очень, мне кажется, хорошо показывает, какая там страна, и что этот мост, конечно, было бы хорошо его разрушить, потому что по мере военной логистики и также по мере эффекта для российского общества это было бы очень хорошо, но мы должны также понимать, что это будет использоваться и другой стороной коммуникации. вам спасибо за этот эфир. Всегда очень приятно с вами беседовать и всегда интересный, классный эфир у нас получается. Поэтому спасибо еще раз. Берегите себя, пожалуйста, и до скорой встречи. Дякую и слава Украине. Дякую. Слава. Дякую. Слава. Слава. Субтитры сделал DimaTorzok